Медкабинет по средам на радио Камчатка Елена Викторовна, вы сама страдаете аллергией? К счастью, нет Я кажется, тоже Что такое аллергия, знают многие, наверное, все Но вот почему она возникает у, казалось бы, здорового человека? Что в этот момент с ним происходит? Ну, вообще, конечно, аллергия – это все же заболевание Это заболевание, которое проявляется, может, совершенно разными видами Реакции бывают тяжелые, легкие и так далее Но, по сути дела, любое аллергическое заболевание, оно имеет генетическую предрасположенность Это доказано и обусловлено особой работой нашей генетики и, соответственно, иммунной системы Иммунные реакции у всех разные Кто-то реагирует легко, кто-то более тяжело и так далее Но вообще, пусковой должен быть всегда момент Какой-то пусковой То есть, да, человек здоров, на определенном этапе его жизни вдруг возникает аллергия Значит, есть генетика И, соответственно, случился какой-то пусковой момент Пусковой механизм Будет то инфекционное заболевание Будет даже беременность Будет, например, чрезмерная физическая нагрузка Ну и так далее, и так далее И вот этот пусковой момент запускает проявление аллергии А может быть такое, что вот человек приехал на Камчатку и никогда в жизни не ел крабов А тут приехал на Халатурские пляжи, на ел крабов, допустим, да? И вот у него может случиться вот такой триггер? Не исключено, да, не исключено Потому что, ну, не зря же говорят Человек проживает в одном регионе, он адаптирован Соответственно, там, к экологическим условиям, к питанию Там в одних городах, там, промышленность, например Да, то есть мы адаптируемся И если человек никогда не ел морепродукты, а это белок А белок, аллерген, это белок, да И, конечно, если он не соблюдает доза зависимости определенной употребления продуктов То, конечно, развитие аллергии возможно Вот крапивница, отек квинки, анафилактический шок Все это проявление аллергической реакции И здесь безобидно звучит, пожалуй, только слово крапивница, да? Вот какой должна быть первая помощь при отеке и шоке? Надо ли ее вообще оказывать человеку, ну, постороннему, да? Насколько мне известно, наверное, все-таки сначала скорая, а потом уже все остальное? Ну, да, совершенно верно, конечно Что это за состояния такие? Вообще, то, что вы назвали анафилактический шок, ангиотек или ангионевротический отек, как говорили раньше Это, конечно, состояние, которое развивается очень быстро Зачастую молниеносно И требует очень скорого, быстрого вмешательства Для того, чтобы помочь человеку, чтобы, ну, не дай бог, не произошло чего-то прямо самого страшного Кстати говоря, крапивница, как вы сказали, безобидная На самом деле не такое безобидное заболевание Существует много форм крапивниц, в том числе и хронические крапивницы Которыми люди страдают годы и вообще всю свою жизнь Но что касается оказания помощи, конечно Первая помощь, это то, что мы можем Ну, вот мы просто обыватели, люди, да Там, находясь где-то, например, в какой-то компании У человека вдруг случается аллергия Что делать? Во-первых, нужно быстренько-быстренько оценить С чем это может быть связано Если, например, человек чего-то поел Соответственно, нужно постараться удалить этот продукт из организма То есть вызвать рот Совершенно верно, да Но если есть возможность промыть желудочек и так далее Это будет очень хорошо Но скорую вы уже вызвали То есть первое, это вызов скорой помощи Дальше действуем по ситуации Ну, какие еще варианты? Например, инсектная аллергия Укусила Там, насекомая, членистоногая, пчела Ну, постараться удалить Или скалопендра Ну, слава богу, наши Хотя, да, мы люди бывают Я видела просто их в Крыму, не дай бог Ну, да, да, да Люди бывают в разных регионах И все в жизни возможно Поэтому, конечно, постараться это место укуса охладить Удалить жало Охладить Там, например, если человек пришел в квартиру И есть животные Или, например, даже в зоопарках это может случиться При близком контакте Конечно, его нужно удалить от этого животного От этих зверюшек Чтобы минимизировать контакт с эрогенами Ну, и так далее Ну, вообще рекомендуется там придать горизонтальное положение тела Увеличить доступ воздуха Да, чтобы как-то человек, ну, дышал более-менее Но человек, если начинает задыхаться У него случается еще и попутно панический синдром Да, он уже начинает бояться Это бывает очень часто Да, да, да Поэтому, конечно, первая помощь, ну, вот она, пожалуй, такая Но без лекарств убрать или купировать полностью Неотложные экстренные аллергические реакции практически невозможно Поэтому вызов скорой медицинской помощи обязателен Вот почему чешутся руки на холоде? А, вот вопрос От отека к венге можно умереть? А, такие случаи есть, это описано Можно Ну, статистика смертности низкая, насколько мне известно Ну, она, тем не менее, она существует И, опять-таки, если это быстро развивающаяся реакция Чаще всего такие ситуации связаны с применением лекарственных препаратов То есть лекарственные препараты, непосредственно попадающие в кровь Там, во время лечения, каких-то манипуляций Они могут вызывать ангиотеки Которые сопровождаются значительным отеком гортани Перекрывают дыхательные пути И, конечно, если вовремя не оказать И у человека еще есть предрасположенность к аллергической реакции Конечно, летальный исход возможен Вот вопрос такой вот наболевший Почему на холоде чешутся руки? А вот вообще такое понятие, как холодовая аллергия, есть? Я, когда готовила программу, я изучала этот вопрос Вернее, изучала, как его изучали другие И обнаружила, что там спор Кто-то говорит, что аллергена-то нет, в общем-то Что происходит? Ну, это особый вид Так называемые физические аллергические реакции Физические крапивницы Да, это реакция на холод Причем не обязательно это может быть, например, низкая температура окружающей среды Вы можете летом искупаться в реке Выйти оттуда и будьте полностью обсыпанным Так называемыми уртикарными популезными высыпаниями Которые характерны для крапивницы Напитки со льдом? Холодовой Безусловно, может Причем напитки со льдом, холодные Они могут локальные отеки вызывать Опять-таки мы... Да, да, да Анги отеки вызывать Поэтому это просто особый вид проявления Он, конечно, не такой частый, как пищевые реакции Или реакция на домашних животных Но, тем не менее, да, это возможно, это есть Это программа Медкабинет И мы говорим про аллергию с врачом-иммунологом Аллергологом-иммунологом Еленой Комяковой Елена Викторовна, вот если брать статистику аллергии Лет 30-40 назад, то ее проявление было гораздо меньше Но, честно скажу, ни я, ни мои сверстники в детстве аллергиями практически не страдали Все, что у нас было, это был диатез И то на те апельсины и мандарины, которые мы видели раз в году Редкий, редкий продукт Да, на Новый год Вот, у меня вопрос Вот сейчас от различного рода реакции страдают более 70% россиян 25% из этого количества хоть раз сталкивались с крапивницей Это данные медицинского исследования, которые я нашла в известиях Мы что, стали слабее здоровьем, ухудшились экология, продукты Что с нами произошло? Если мы мутируем, то как-то не в ту сторону Ну, я думаю, мы не мутируем Но всем же известен факт, что урбанизация, да Рост городов, рост промышленных производств Ухудшение экологии, там, экологических ситуаций Добавление пластика в продукты, да? Совершенно верно, да Да, да, да Все это влияет, конечно, влияет на человеческий организм И поэтому страдает иммунная система Она вынуждена все время нарабатывать какую-то защиту Придумать защитные, обходные, так скажем, пути, да Чтобы вот минимизировать те патологические состояния, которые возникают Поэтому, конечно, это все влияет Раньше, кстати говоря, да, наверное, и сейчас Вот люди, которые растут, родились и растут в деревнях Они значительно реже страдают аллергическими заболеваниями Причем и на пыльцу, и на животных, хотя этого полно в деревнях, да Чем городские жители То есть городской житель То есть у нас твык получается от этих вот контактов Да, да, да Вот, поэтому, конечно, ну Генетика и система иммунитета, они здесь взаимосвязаны Поэтому, конечно, страдает, что говорить Ну вот подтверждение, да, вот еще результаты исследований Пыльца, пыль и плесень, да Да, вот, это самые такие распространенные аллергены, которые атакуют россиян Вот, большинство имеют аллергию на продукты питания, 70%, ну, вот в результате опроса Да, далее реакция на пыльцу, 54%, тройку лидеров замыкают пыль и плесень, от которых страдают 50% респондентов Также в числе самых частых раздражителей шерсть домашних животных, это 40% и холод, 36% Правда ли, что для профилактики аллергии необходимо с детства исключить контакт с аллергенами? А может нужно наоборот, наоборот, эти аллергены малыми дозами, ну, вот еще раз подтвердим Детям пустышку облизывают, говорят, что дети, чьи родители упавшую пустышку облизывали и давали им назад Они менее подвержены аллергии, чем дети тех родителей, которые кипятили упавшие пустышки Ну, наверное, какая-то доля истины, возможно, в этом есть, хотя сейчас другой подход современной медицины к этим фактам Но, тем не менее, ну, вот смотрите, исключить аллерген, ну, как его исключить? Исключить аллерген мы можем, когда мы заведомо знаем, что мы на него реагируем Мы выбираем пищу, да, например, и знаем Да, то есть мы знаем, что, грубо говоря, у человека есть диагноз уже То есть у него выявлена аллергия, будь то продукт питания, или животные, или пыльца Да, то есть мы должны минимизировать контакт, либо по возможности его убрать Если речь идет о животном, то аллергологи четко говорят, 100% надо убрать животное из квартиры Потому что, да, это друг, люди плачут, пациенты плачут, им жалко расставаться с животными Но, если вы его не уберете, какое-то время вы будете компенсировать свое состояние приема лекарственных препаратов Но у вас будет нарастать уровень сенсибилизации, вы постоянно будете с этим животным общаться И аллергия никуда не денется И, возможно, добавится еще на что-нибудь Конечно, будут возникать осложнения Вот как Вот, а вот что касается малых доз, это очень интересный вопрос Потому что лечение на современном этапе аллергических заболеваний Оно как раз и заключается в том, что в организм человека, у которого известно, от чего у него аллергия Вводят аллергены Это так называемая аллергеноспецифическая иммунотерапия И да, мы, зная диагноз, можем вводить в человеческий организм концентрации от малых до больших И вырабатываем иммунитет Вот мы сейчас говорили о домашних животных И многие заводчики утверждают, что короткошерстные, да, вот вы упоминали их Короткошерстные кошки и собаки аллергию не вызывают И даже есть такое понятие, что есть гипоаллергенные породы Вот, как вообще бывают такие гипоаллергенные породы? Вот многие верят в то, что именно порода То есть, вообще, скажите, бывают гипоаллергенные породы? Нет, с точки зрения аллергологии гипоаллергенных животных нет, их не существует Простой пример У меня в практике было таких примеров много Завели гипоаллергенную, так называемую, собачку Там, гладкошерстную Через некоторое время эта собачка Там, буквально через две недели, находясь в помещении Она, ну, дружи семьи, она лизнула там Лизнула у хозяина своего У хозяина в месте, там, где она лизнула Огромная попула То есть, зудящийся элемент Раз, второй, третий, он сначала не придавал этому значения Потом стало понятно И когда провели диагностику Вот, пожалуйста, гипоаллергенные животные То есть, нету таких пород Нет, нет Ну что ж, вот Итак, мы развеяли неплохой достаточно миф Вернее, достаточно распространенный миф Мы неплохо развеяли А вот с помощью лабораторного анализа Можно ли выявить аллергию у человека? Ведь многие, ну, испытывают какие-то, да, реакции Но не знают, как вообще понять, что с ними И как вообще диагностируется аллергия? Какими методами? Ну, на современном этапе диагностика Аллергических заболеваний достаточно мощная Достаточно широко применяется И есть так называемые методы инвитро и инвива Инвитро, да? Созвучно с сетью лабораторий То есть, это лабораторная диагностика У человека забирается анализ крови И мы можем выявить аллергены Можно проводить диагностику инвива Это, ну, что называется, на живом организме Это кожные, подкожные пробы Аппликационные тесты Кстати говоря, про холодовую аллергию Ее очень легко выявить так называемым тестом С кубиком льда То есть кубик льда На определенное время прикладывается на кожу человека И потом мы смотрим, какая реакция Доказана, есть аллергия или нет То есть диагностировать достаточно эффективно И можно, и просто Ну, на Камчатке пока нет молекулярной диагностики Хотя и этот современный метод уже тоже существует Ну, он доступен Он доступен, ну, в крупных городах он доступен Да Ну что ж, наше время подошло к концу Спасибо, Елена Викторовна Я напомню, что сегодня про аллергию И способы защиты от нее Мы разговаривали с врачом, аллергологом, иммунологом Заместителем главврача Камчатского центра общественного здоровья Еленой Комяковой Ну, а в студии работала Анжела Николюк До встречи в следующую среду Для тех, кто заботится о своем здоровье Медкабинет по средам на радио Камчатка Медкабинет по средам на радио Камчатке Медкабинет по средам на радио Камчатке Продолжение следует... Продолжение следует...